Другим темам. Усадьба Сырымбет, поселение Ботай, мемориальный комплекс Карасая Гантай-Батыров, резиденция Блайхана. На этих объектах за пять лет проведут реставрацию. Также до 2025 года завершат комплексное изучение архипамятников Козулоба, Ак-Ири и Байкара. В текущем году приступят и к реконструкции музея исламской культуры XIX века. Кроме того, в центре Петропавловска появится современная художественная галерея Ботай, где можно будет познакомиться с творчеством молодых художников и именитых живописцев. Также этим летом откроют пешеходный арбат Козлжар арт-центр, где каждый сможет приобщиться к искусству и творчеству. А еще в 2021 обещают долгожданное открытие нового казахского театра. Свои двери он распахнет в конце года. Напомню, храм Мельпамены строится по зданиям от графика. За это генподрядчик уже понес административную ответственность. Также стало известно, как североказахстанцы отметят на Урыс. Прорабатывается вопрос по проведению его в телевизионном формате основного мероприятия, которое будет транслироваться 21-22 марта на всех наших телеканалах местных областных. Также мы будем его размещать на YouTube-канале. Также будет всеми нашими предприятиями областными. И в районах проводятся концерты, показы спектаклей, утренников для детей, выставки, литературные вечера. Все эти мероприятия будут также в штатном режиме все проводиться. Но один момент, который обязательно нужно учитывать, это соблюдение всех санитарных норм и заполнение зрительных залов не более 30%. Продолжение следует...